Спонсор программы «Время новостей» Сочи – многопрофильная клиника «Зельцер Мед». Новая клиника и опытные врачи, которые помогут сберечь ваше здоровье. Новая клиника «Время новостей» Новая клиника «Время новостей» В частности, серьезное повреждение обнаружено на магистрале диаметром 500 мм, пролегающей по улице Пластунская. На время проведения ремонта с ограничением водоснабжения могут столкнуться жители целого ряда улиц в двух районах курорта. Завершить восстановительные мероприятия планируется до конца текущих суток. Стабилизировать подачу ресурса в полном объеме к утру следующих суток. С целью обеспечения населения питьевой водой организован ее подвоз по заявкам. Что-то пошло не так. Сегодня автовладельцы, привыкшие парковаться в центре города, были крайне удивлены. Они сделали вывод, что многократно анонсированные платные парковочные места на семи улицах Сочи, за стоянку которых должны были взимать деньги с 4 июня, так и не заработали. К примеру, вот такая картина предстала сегодня на улице Северной. Информационные таблички, указывающие на зону платной парковки, так и не были расчехлены. Они остались затянуты черным целлофаном. Соответственно, водители продолжили ставить свои автомобили на разрешенное знаком место для парковки территории. При этом в городском департаменте транспорта подтвердили, что платная парковка на этих местах действует именно с 4 июня. Возмущённые автовладельцы высказали своё мнение не только по этому факту, но и в целом о ситуации с отсутствием в центре Сочи бесплатного парковочного пространства. Мы налоги платим и транспортные, и имущественные, и также страховки, все повышенные коэффициенты. С этого должны делаться дороги. А получается, с этих денег мы ещё должны дополнительно оплачивать парковочные места. Конечно, я поставил. Я заплатил. А что мне? Кто-то гарантирует, что мне никто не стукнет? Как до этого мы не платили и ставили, могли стукнуть, так и тут. То есть просто как бы денежку берут за непонятно за что. За то, что только сделали разметку. Что они будут становиться все на улицах, везде в городе. То есть нужно сделать бесплатной? Ну, желательно. Надо такую парковку сделать, перехватывающую, бесплатную. Во-первых, у вас в Сочи вообще места нет, где машины стоят. А тут ещё и платная. И всё забито всегда. Всегда. Ну, наверное, не такими дорогими хотя бы. Понимаете? И дороги наши сочинские не предназначены к парковкам. Вон стоят парковки, допустим, на той же Конституции. И двухстороннее движение уже не проедешь. Горожане уверены, что создание таких платных обочин на центральных улицах никак не влияет на безопасность. Автовладельцы намерены донести свою точку зрения до городского департамента транспорта. Напомню, ранее сообщалось, что 4 июня на семи улицах курорта появятся дополнительные платные парковочные места. В Хостинском районе это улицы Возрождения, 50 лет СССР, Октября и переулок Ушинского. В центральном юных ленинцев Северное Островского. Как сообщили сегодня в пресс-службе мэрии, сейчас в Сочи платное парковочное пространство действует на 31 улице в трёх районах курорта. Контроль оплаты учитывают курсирующие автомобили со специальным аппаратно-программным комплексом. Он в автоматическом режиме фотографирует припаркованные автомобили, после чего происходит сверка с базой данных по оплате за пользование парковочным местом. В случае неуплаты автовладельцы получат штраф в размере 3 тысяч рублей. Тем временем в Сочи усилили контроль за автобусами. С наступлением лета туристов становится всё больше. Соответственно, выросла нагрузка на общественный транспорт. Об этом говорили в мэрии курорта. Совещание с руководителями автопарков провёл заместитель главы Сочи Вячеслав Бауэр. В Сочи работают 7 автотранспортных предприятий. Более 800 машин каждый день выезжают на улицы города. Это и новые комфортные вместительные электробусы, и небольшие автобусы, которые легко пробираются по узким улицам в горных микрорайонах. И вот сейчас создана городская комиссия, которая будет контролировать санитарное состояние транспорта. Ей предстоит следить за тем, как выглядят автобусы, выезжающие в рейс. Чисто ли в салонах, опрятны ли одеты водители. Будут контролировать и соблюдение графиков движения общественного транспорта. А чтобы отклонений от них не было, начнут отслеживать комментарии людей в социальных сетях. Мы особенно обращаем внимание на жалобы граждан. И когда по тем или иным маршрутам их становится достаточно много, мы будем вынуждены принимать все самые строгие меры, в том числе штрафные санкции. А узнать о том, где едет автобус и когда будет на нужной остановке, можно в мобильном приложении «Транспорт Сочи». Руководителям автотранспортных предприятий посоветовали тоже туда заглядывать, чтобы понимать, по расписанию ли едет автобус. Но и если он опаздывает, выяснять причины и решать проблему. Также усилят предрейсовый контроль. Это медицинский осмотр водителей, которые заступают на смену. И проверка исправности машин. А проверять качество предоставляемой услуги будут контролеры, которые каждый день под видом обычных пассажиров будут ездить в автобусах. Причем в разное время, на разных маршрутах. Помимо мониторинговой группы принимается информация от пассажиров, от жителей. Работает горячая линия по работе транспорта. Номер телефона 8 918 665 2 665. На этот телефон можно позвонить, либо направить сообщение. Этот номер будет и на информационных табло во всех автобусах. Любой сможет по нему обратиться и рассказать о проблемах. Появятся и дополнительные сезонные маршруты общественного транспорта. В Лазаревском районе 67 и 78. По одному автобусы будут ездить из поселка Лазаревское до опытной станции Института защиты растений. А благодаря второму можно будет добраться из поселка Катково, щель в Аше. Дольше будут работать и автобусы, которые курсируют между Сочи и Адлером. У них график до полуночи. А важный для туристов 105-й А он идет от Сочинского железнодорожного вокзала до аэропорта. Вообще стал круглосуточным до сентября. Стоимость строительства прямой дороги между Джубгой и Адлером сегодня назвал вице-премьер России Марат Хуснулин. По его словам, специалисты сейчас проектируют участок новой трассы на Черноморском побережье Краснодарского края, выполняя трассировку. В Адлере уже начали строить обход. Напомню, новая дорога значительно сократит время в пути к морю и разгрузит имеющуюся трассу. Вице-премьер сообщил, что сейчас ведутся изыскательные работы, оцениваются грунты, готовятся строительные документации. Вице-премьер уточнил, что строительство новой трассы Джубга-Сочи обойдется примерно в 1,4 трлн рублей. Сейчас специалисты определяют источники финансирования. Для строительства дороги привлекут как бюджетные, так и вне бюджетные средства. В одном из сочинских сел прошли учения МЧС. Спасатели отрабатывали навыки спасения людей при подтоплении. Причем происходило все там, где такие ситуации уже случались раньше. Вместе со спасателями на учения выехали и журналисты. Вой сирен нарушает привычную тишину села Коткова-щель в Лазаревском районе Сочи. Но жители спокойны. Это значит, что идут учения. По легенде, сильные дожди в горах вызвали резкий подъем уровня воды в реке. Все службы действуют быстро и слаженно. Пожарный расчет откачивает воду из подвала дома. Специалисты-электрики ремонтируют линии электропередачи. Но самые сложные задачи при подтоплении ложатся на плечи специалистов МЧС. На учениях они отрабатывали переправу людей через горную реку. По сценарию уровень воды в реке увеличивается. А это значит, что нужно наводить переправу в другом месте. Подобные сложности для сочинских спасателей не помеха. Звучит хлопок и можно наводить мосты. На то, чтобы организовать переправу, у спасателей уходят считанные минуты. И вот условный пострадавший попадает в руки медиков. Всего в учениях приняли участие 62 человека и 14 единиц техники. Все службы, по словам специалистов, отработали безошибочно и справились со своими задачами. Оценка поставлена твёрдая, хорошая. Действовали спасатели хорошо. Все остальные прикладные службы, ЖКХ, полиция, скорая помощь, все действовали профессионально и отлично. Такие командно-штабные учения проходят в Сочи каждый месяц. Причём нередко их проводят в тех местах, где подобные ситуации уже случались. Поэтому спасатели имеют возможность работать по реальным сценариям, написанным самой природой. К сожалению, на курорте не обошлось без происшествия. Некоторых из них расскажем в традиционной сводке ЧП. 31-летний ранее судимый приезжий сорвал золотую цепочку с местного жителя во время конфликта и скрылся. Пострадавший обратился в полицию. Правоохранители задержали подозреваемого. Пощищенное золото стоимостью 260 тысяч рублей он сдал в ломбард. Возбуждено уголовное дело. Мужчине грозит до 7 лет лишения свободы. Молодой человек вскрыл окно в торговом павильоне и забрал из кассы деньги. Кража попала на камеры видеонаблюдения. Подозреваемого задержали. Им оказался ранее судимый 28-летний местный житель. В Адлерском районе Сочи на улице Голубые Дали загорелась квартира. По сообщениям очевидцев, пожарные прибыли в течение пяти минут. Но не смогли сразу проехать к месту пожара из-за припаркованных автомобилей. О пострадавших не сообщается. 37-летней жительнице Сочи понадобилась помощь спасателю. В походе она подскользнулась и повредила ногу. Сотрудники МЧС по руслу реки вынесли пострадавшую на носилках и передали медикам. Мужчина выпал из окна отеля. Прибывшие на место происшествия медики констатировали смерть. Это время новостей. Смотрите во второй части программы. Организованный досуг. В Сочи открылись площадки для детей, которые не поедут в летние лагеря. Как там можно провести время? Хвостатые и усатые. 77 бульдогов прошлись парадом на фестивале Море Лап. Самые яркие моменты в нашем репортаже. Их пересчитают. В Кавказском заповеднике начался ежегодный учет медведей. Сколько косолапых живет в окрестностях Сочи? Об этом и о многом другом сразу после короткой рекламы. Не переключайтесь. Зельцер Мед. Клиника, решающая вопросы опорно-двигательного аппарата, комплексная. Невролог, падиатор и травматолог всегда на страже вашего здоровья. За здоровьем в Зельцер Мед. Запишитесь на прием уже сегодня. Подробнее на сайте zelcerclinica.ru Грандиозное, яркое, новое цирковое шоу «Гиберация 5 континента». В сочинском цирке с 1 июня. 300-03-68. 0+. «Импульс» – центр психологической помощи и нейрореабилитации в Сочи и Адлере. Предоставит комплексную диагностику и личный план коррекции. Запись на сайте impuls-sochi.ru Экспресс-диагностика бесплатна. Рекламное агентство «Макс Медиа». Делаем рекламу, которая работает комплексно, выгодно, профессионально. Рекламное агентство «Макс Медиа». Спонсор программы «Время новостей» Сочи – «Открытый институт». Приглашаем получить высшее образование с отсрочкой оплаты обучения. Ветеранам боевых действий – бесплатно. Открытый институт аккредитован, и его дипломы подходят в том числе для госслужбы. Приглашаем на обучение с получением государственного диплома о высшем образовании. Поступление в любое время года. Свободный график обучения. Оплата после итоговой государственной аттестации. Наш сайт openvuz.org Время новостей в эфире в студии Алла Матюханова. И мы продолжаем. С начала года в бюджет края поступило 215 миллиардов рублей. Это на 23 миллиарда больше, чем за аналогичный период 2023-го. Всего в планах в региональную казну мобилизовать 540 миллиардов рублей собственных доходов. Об этом рассказали на ежемесячной краевой планерке, которую провел губернатор. Доклад о состоянии краевого бюджета на столе вице-губернатора, курирующего финансовый блок. В этом году перед ним стоит задача привлечь в региональную казну не меньше 540 миллиардов рублей собственных доходов. Почти половина плана уже исполнена. С января бюджет пополнился на 215 миллиардов. С начала года у нас поступление в бюджет на 23 миллиарда больше, чем за аналогичный период прошлого года. 112 процентов. Важна динамика. И вот эту динамику просто мы должны сохранить. Потому что это возможность, еще раз подчеркиваю, это возможность реализации существующих программ по обеспечению жизнедеятельности края. Социально-экономических программ, иных, ну и, конечно, и новых, которые тоже, исходя из того, что будут деньги, нужно реализовывать. И вот это важно сегодня. Деньги. Коллеги, нужны деньги. И вот здесь, коллеги, сзади я ко всем прощаюсь. Здесь мы должны свою работу устроить не только с бюджета, образующими предприятиями, муниципальных образований, а со всеми. И малыми, и средними, и крупным бизнесом. За последние пять лет краю удалось увеличить объем собственных доходов почти в два раза. Если в 2018 году это 275 миллиардов рублей, то в 2023-ем – 498. Экономика региона устойчива к внешним факторам. Рост сохраняется уже четвертый год подряд, начиная с пандемийных времен. В прошлом году мы получили абсолютный прирост максимальный за последние 10 лет. В прошлом году налог на прибыль у нас вырос на 156 процентных пунктов. Или более чем на 53 миллиарда рублей. Это было выше среднероссийских показателей в два раза. Перерост у нас по налогу на прибыль был в два раза выше, чем рост налога на прибыль по России. За счет поступлений в бюджет регион создает комфортные инвестиционные условия. Все больше предпринимателей выбирают вести бизнес в Краснодарском крае. А это дополнительные налоги в казну. У нас положительная динамика роста количества налогоплательщиков. Видим это по юрлицам. У нас рост составил 794 юрлица. Индивидуальные предприниматели выросли на 5810. Составили 243 276 индивидуальных предпринимателей. Надо отметить, что Краснодарский край и по нашим налоговым учетам занимает третье место в России. И темпы роста такие серьезные за последние 10 лет. На сегодняшний день лидеры по темпам поступлений Тимошевский, Староминский, Новопокровский, Курганинские районы. В этих территориях рост доходов составляет больше 150%. Есть и те муниципалитеты, в которых пока прослеживается отрицательная динамика. Вениамин Кондратьев поручает в ручном режиме проработать этот вопрос и подготовить ряд предложений по его решению. Есть задачи на работы, которые вы должны сегодня максимально довести до логического завершения, до результата. И это тоже ваши компетенции. Поэтому, Игорь Петрович, возьмите, вот, с учетом выступления Алексея Николаевича, Тажамурского доклада, проработаем и в разрезе каждого муниципального образования, каждого поймем, что нам нужно делать. И в течение буквально двух недель эту работу нужно и начать, и завершить, чтобы максимально мобилизовать доходы в муниципальный бюджет. Результаты есть, и в основном хорошие. Ну, где-то вот есть та динамика, как мы говорим, отрицательная, которая настораживает. Вот две недели на то, чтобы максимально минус переправили в плюс. Важно все средства грамотно и своевременно осваивать. В этом году расходы составят больше 700 миллиардов рублей, включая федеральные средства. У нас в этом году 700 миллиардов рублей расходная часть консолидированного бюджета края. Коллеги, деньги нужно не потратить, их нужно освоить. Освоить качественно и освоить срок. У нас сегодня исполнительская дисциплина, она тоже, я бы сказал, требует подтянуться, как говорится. 35% у нас всего освоено средств краевого бюджета. 35%! Да, можно сказать, да впереди еще сколько времени, коллеги. Вот лучше максимально сегодня ускориться и не ждать, что будет завтра. Кто мешает это делать? Вот сейчас. Прям наращивать темп освоения средств бюджета, потому что это нужно сделать. И люди раньше результаты увидят. Поэтому вот с исполнительской дисциплиной, Игорь Петрович, я тоже считаю, здесь нам нужно посмотреть и подтянуться. Каждый полученный рубль в копилку края – это новые социальные объекты, дороги и парки. Поэтому планка показателей повышается из года в год. Задачи поставлены, поручения внесены в протокол. По этому вопросу еще раз соберутся и посмотрят на их выполнение. На курорте открылись летние досуговые площадки. В течение трех месяцев на территории города будут действовать более 70 площадок для детей и подростков. Находятся они во всех районах курорта на базе учреждений культуры, спорта и молодежной политики. Одна из таких начала работу в РДК «Центральный» на улице Горького. Солнечное настроение, веселые танцы, развлекательная программа. В такой атмосфере начали отдыхать юные сочинцы. Досуговая площадка в Доме культуры стала центром притяжения детей и их родителей. К примеру, здесь можно сделать аквагрим. Мастер нарисует на щеке яркую картинку. Ну а творческие коллективы и ансамбли курорта подарили ребятам свои выступления. Дети приняли активное участие в различных конкурсах и викторинах. Потанцевали под зажигательную музыку, зарядились отличным настроением и получили море позитивных эмоций. Такой отдых будет очень полезен для самых юных сочинцев. Администрации города Сочи большое внимание уделяется досугу несовершеннолетних, особенно в летний период. У нас на базе учреждения культуры открыто 46 досуговых площадок. Они у нас будут работать на протяжении всего лета. Их будут посещать сотрудники полиции, ПДН, общественных и религиозных организаций, где они, соответственно, будут проводить определенные беседы с нашими детьми. Для детей будут организованы экскурсии в учреждения культуры, зимний театр, зал органной и камерной музыки и сочинский цирк. Каждый ребенок сможет познакомиться с коллективами, которые там работают. А досуговая летняя площадка в районном доме культуры Центральный открыта с понедельника по пятницу с 10 до 13 часов. С расписанием других площадок можно ознакомиться на сайте администрации города Сочи. Валерия Асачи, Дмитрий Петри, Дмитрий Говорков. Время новостей. Власти решили ввести учет домашних питомцев россиян. Для этого животных планируют пронумеровать. А начнут процесс оцифровки, скорее всего, с собак. Ввести идентификационные номера для них, а также обязать владельцев предоставлять информацию о своих питомцах. Федеральную государственную информационную систему предложило Министерство природных ресурсов России. Целью данного законопроекта, уверены эксперты, является уменьшение численности бездомных животных. По мнению Министерства природных ресурсов, разрабатываемый законопроект закроет юридическую лазейку в области обращения с животными. Согласно нововведениям, их владельцы будут обязаны предоставлять информацию о своих питомцах в Авгиз. Там для каждого подопечного будет создана индивидуальная карточка с уникальным идентификационным номером. Пока не ясно, будет ли такой учет обязательным или добровольным, поясняют в Министерстве природных ресурсов. На курорте прошел фестиваль «Море лап». Его провели для питомцев и их хозяев в Сириусе. Организатором выступило Черноморское ветеринарное сообщество. В программу вошли конкурс костюмов среди хвостатых и первый парад бульдогов. Сколько лап пришло на праздник и как он прошел, расскажет Дарья Крыжечковская. Фестиваль «Море лап» – это уникальное событие для города, основанное на концепции pet-френдли с доступной средой для людей и домашних питомцев. Он объединил более 700 животных. Среди них французские бульдоги, корги, чихуахуа, йоркширские терьеры, хаски и даже кошки. Цель – не только создание условий, в которых будет одинаково комфортно и хозяину, и его питомцу, но и повышение уровня знаний среди владельцев домашних животных. В этом им помогли представители профессиональных сообществ, специалисты ветклиник и магазинов зоотоваров. Стоит отметить, что подобных мероприятий вообще нет больше на юге, и само это ценно, потому что на фестиваль приходят владельцы питомцев, которые уже социализированы, которые уже встроены в социум, и уже и социуму комфортно, и им комфортно, они уже договорились, как вместе быть. Фестиваль включил разнообразные активности и зоны, созданные для всех гостей и их питомцев. Здесь прошел и конкурс костюмов. Пушистые и хвостатые продемонстрировали свои новинки и даже прошлись в дофиле. Идея пришла в моменте. Решили сделать наших собак доставщиками пиццы. Мы довольно-таки долго его делали, около четырех часов, хотя по нему это, в принципе, и не скажешь. Пачки балерины, можно сказать. А у этого? А это у нас просто такой модник, типа Гуччи. Тимон, с модного показа. Ну и теперь время обкунь. Вы все делали сами? Да, все сами. Знаковым событием фестиваля стал рекордный для России парад французских бульдогов. В нем поучаствовало 77 хвостатых питомцев. Бульдоги и их хозяева объединились в одну большую колонну и торжественно прошли вместе. Парад поддержали и наши коллеги с радиостанции «Макс-ФМ». Владельцы французских булочек, даже по названию понятно, как они относятся к своим собакам. Они, конечно, рады поделиться своей любовью с другими. И эти собаки удивительно доброжелательные. Вот вы к любой можете подойти, они обнимают, целуют всех людей. Они очень настроены на человека. В дальнейшем в планах зарегистрировать парад в Реестре рекордов России. Трендовую культуру сегодня поддерживают не только зоомагазины и громинг-салоны, но и рестораны, торговые центры, отели, крупные авиакомпании и железнодорожные перевозчики. Фестиваль «Морелап» уже второй год проходит в Сочи. В 2023-м в фестивале приняло участие около тысячи животных. В этом году их число дошло до 1200. Дарья Крыжичковская, Дмитрий Говорков. Время новостей. Ну а специалисты Кавказского заповедника отправились считать косолапых. На природной территории начался ежегодный учет медведей. Ученые будут наблюдать за животными около недели. Для этого готовятся специализированные группы, занимающиеся учетом уже не первый год. Учет медведей в Кавказском заповеднике традиционно проходит в начале лета. В этом году считать косолапых решили в период с 3 по 9 июня. Обычно именно в это время у бурых медведей на Кавказе протекает брачный период. Животные часто проводят время в альпийской зоне, а значит, при хорошей погоде могут быть легко визуально учтены. Для учета популяции хищника, как и в прошлом году, территория заповедника условно разделена на 21 участок. В каждый из них направляется группа сотрудников. Это специалисты научного отдела, госинспекторы, сотрудники отделов эко-просвещения и туризма и научные волонтеры, имеющие опыт работы. По данным прошлых учетов, в Кавказском заповеднике стабильно обитает около 300-350 особей. Иногда их численность достигает 470. В целом, по мнению зоологов, тенденции к потере численности медведей в Кавказском заповеднике нет. Уже в конце июня научные сотрудники отправятся на учет копытных, тура и серны. В июле состоится учет зубра, а в сентябре – оленя. Добавлю, что медведи – мигрирующие животные. Население этих хищников в заповеднике непостоянное. В зависимости от времени года они приходят в заповедник и уходят из него. Тем не менее, численность бурых медведей должна обязательно контролироваться. Именно поэтому в Кавказском заповеднике ежегодно проводится учет косолапов. На этом у меня все. Самые актуальные новости курорта в нашем телеграм-канале «Сочи-24 ТВ» и на странице ВКонтакте. Связаться с нами можно через мессенджер «Ватсап». Номер на вашем экране. Информационные вещания нашего телеканала продолжают выпуск мировых новостей, прогноз погоды и киноафиши. По меньшей мере 12 человек погибли, еще пятеро пропали без вести после того, как муссонные ливни обрушились на Шри-Ланку. В регионе начались наводнения и оползни. По данным властей, пострадали 20 из 25 округов островного государства. В пяти из них объявили высокий уровень опасности, поскольку реки вышли из берегов. Сегодня шел сильный дождь. Я думаю, нас ждет еще одно крупное наводнение, как было в 2017 году. Ливни повалили деревья и повредили линии электропередачи. Десятки тысяч людей остались без света. В целом, по всей стране разгул стихии затронул более 40 тысяч человек. По данным метеорологов, больше всего осадков, 480 миллиметров, выпало в центральных районах Шри-Ланки. Военно-морской флот, армия и другие официальные лица предпринимают шаги, чтобы обеспечить пострадавших пайками и защитить их жизни. По всей стране закрыты школы. Ожидается, что в ближайшие дни муссонные дожди продолжатся. Гибель четверых израильских заложников в секторе Газа стала ударом для тех, кто протестует у посольства США в Тель-Авиве. Сюда пришли люди, чьих родственников боевики Хамас похитили 7 октября, и кто добивается от израильского правительства заключения сделки и возвращения их родных домой. Я чувствую себя ужасно. Я чувствую, что сегодня как будто умерла часть моей семьи. Каждую неделю умирает все больше заложников. Это критический момент. Если мы не будем вести переговоры и не заключим сделку, то у нас больше не будет надежды на нашу страну. Как сообщили военные, в плену погибли четверо мужчин. Троим было 80 лет и больше, одному 51 год. Всех четверых Хамас ранее снимал на видео живыми. При этом, как заявили боевики, 51-летний заложник скончался от ран, полученных во время израильского авиаудара. Армия Израиля сообщает, что тела погибших группировка пока не отдает. Протестующие вышли к посольству США после того, как Джо Байден предложил новую сделку о прекращении огня в секторе Газа в обмен на израильских заложников. По предварительным данным, правительство Израиля в этом вопросе настроено положительно. Напомним, 7 октября группировка Хамас напала на приграничные израильские поселения, а также на музыкальный фестиваль, убив более 1200 израильтян. Еще около 250 человек взяли в плен. Не менее 30 пленников уже были убиты или погибли. Выбор присяжных начался в рамках уголовного дела в отношении Хантера Байдена, сына президента Джо Байдена. Суд проходит в штате Делавер. Он может оказать влияние на выборы президента 2024 года. Это также первый в истории США уголовный процесс в отношении кого-то из детей действующего президента страны. Он начался через 4 дня после еще одного громкого дела. Дональд Трамп стал первым бывшим президентом, которого признали виновным по уголовному делу. 54-летний Хантер Байден прибыл в здание суда на первое слушание. В ходе заседания ему предъявят обвинение в совершении уголовного преступления по трем пунктам. Они связаны с его покупкой и хранением револьвера в 2018 году. Хантера Байдена обвиняют в том, что он солгал, что не употреблял запрещенные вещества, когда покупал револьвер Кольт Кобра 38-го калибра. Также ему вменяют незаконное хранение этого оружия в течение 11 дней в октябре 2018 года. Если его признают виновным по всем трем пунктам, ему грозит до 25 лет лишения свободы. Виновным Хантер Байден себя не признал. Дело возбудил специальный прокурор США Дэвид Вайс. Это одно из двух уголовных дел, которые открыли в отношении сына президента. Второе связано с налоговыми нарушениями. Его рассматривают в Калифорнии. От бюста самого себя и украшений в форме цветов до моделей домов в стеклянных бутылках. Египетский плотник и художник Ахмед Эль Серафи создает разнообразные произведения искусства из древесных отходов, найденных в его столярной мастерской. С 2018 года Ахмед начал перерабатывать такие материалы, как дерево, бумага и стекло для изготовления статуй, ламп и других художественных изделий. Говорит, что создает оригинальные произведения искусства ручной работы, которые не могут сделать машины. Я использую древесные отходы для создания изделий, которые я разработал сам. Также я придумываю новые дизайны с использованием бумаги и создаю прекрасные творения из стекла. СПОНСОР ПРОГНОЗО ПОГОДЫ Муниципальное бюджетное учреждение культуры, Великоустюгский культурно-досуговый центр. Театр Деда Мороза из Великого Устюга едет в Сочи. Спектакль «Морозка» и встреча с российским Дедом Морозом оставит самые удивительные впечатления. 1-2 июня, Туапсе. 4 июня, Адлер. 6 июня, Хоста. 8 июня, Лазаревская. 10 июня, Джубга. 12 июня, Геленджик. Субтитры создавал DimaTorzok Телеканал «Сочи-24» приглашает зрителей к просмотру белорусского художественного фильма «Не игра». Ты хоть раз в жизни танк вживую видел? Сукерберг и гейтси тоже были ботаниками. Сюжет фильма рассказывает о молодом амбициозном программисте Алексея Кузьменкове, который, несмотря на отсрочку, идет в армию, чтобы лучше узнать о военных порядках и устройстве боевой техники для создания компьютерной игры. Однако, проходя службу, Алексей делает полную перезагрузку всей своей жизни. Он расстается с иллюзиями в отношении легких побед и быстрых достижений, преодолевает собственные слабости и соблазны, встречает надежных и верных друзей, становится настоящим мужчиной и открывает новые перспективы собственной жизни. Как она изменится, зритель узнает, посмотрев художественный фильм «Не игра» на телеканале «Сочи-24» в эту среду, 5 июня в 21.00. Приятного просмотра! Субтитры создавал DimaTorzok